Движемся вперед. Разница в структуре разума. Это уже я много об этом говорил, сейчас я еще просто напомню, что у мужчины, смотрите, есть три типа разума у человека в теле. Первый тип это разум, который находится в области лба. Разум связан со знанием. Мы души. Душа имеет три энергии, которым она всегда всю жизнь стремится. Первая энергия знания. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Знания. Первая энергия души. Разум ищет счастье, да? Первый разум, который ищет счастье в области знания, находится в области лба. Второй разум связан с сердцем. Это тот разум, который ищет другую энергию души, которая нам тоже нужна. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий. Час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Любовь, да? Вторая потребность души. Разум, значит, тоже настраивается на эту потребность, чтобы приносить этот вид счастья организму уже, психике, уму. Любовь, да? Вот здесь этот разум находится в области сердца. Это вид разума. И третий вид разума. Человек хочет всегда жить. Он не хочет умирать. Он хочет вечности. Этот тип разума находится в области паха. Он не имеет связи с полом. И у мужчины и у женщины примерно одинаково работают. Только чуть-чуть по-разному действует эта природа. У мужчины, у него сначала идет пренебрежение этим центром разума. То есть он показывает себя, что он очень храбрый. И потом, когда разум ломается, вот этот вот защитный слой ломается, мужчина становится очень трусливым. А у женщины наоборот. У ней сначала идет страх. Но когда страх преодолевается, она становится очень храброй. Понимаете? То есть вот эта энергия самосохранения работает по-разному мужчинам и женщинам. Мужчина бесстрашный сначала, потом страх у него приходит. Женщины, наверное, замечали, что когда мужчина сильно заболевает, он ведет себя как маленький ребенок. Такой все боится, капризничает. За ним надо ухаживать. Согласны, да? Неожиданно. Вроде такой сильный человек был. Раз. И как ватрушка стал такой. Неожиданно так. Это так действует в этот центр разума. Мужчина. Это его природа такая. Мужчина внешне крепкий, а внутри очень слабый. Женщина внешне слабая, а внутри очень крепкая. Все наоборот. Понятно, да? Поэтому вот это есть женщины в русских селениях. Там коня на скаку остановят, в горячую избу войдет. И так далее. Это нормально. Это и есть природа человека. Мужчина и женщина. Итак, смотрите, в чем разница. Разница заключается в том, что мужчина имеет стремление к знанию. То есть мужчина в мужском теле люди рождаются для того, чтобы побеждать, стремиться к знанию. Знание связано с преодолением трудностей. Чтобы познать, нужно найти знание. Нужно его искать. Стремиться к нему. И поэтому мужчина рождается каким? Он рождается, что он ничего не знает, ничего не понимает. Женщина же рождается сразу. Все знает она. У женщины нет такого. У девочки нет маленькой такого, чтобы она ничего не знала. Она все знает. Все понимает, все знает, все видит. Мальчик говорит, что ничего не понимает. Что происходит? Ничего не понимает. Ему надо понять. Ему надо к этому стремиться. Женщина все понимает. Девочка маленькая все понимает. Не к чему стремиться. Все нормально. Все и так понятно, что стремиться. Все. Папа понимаешь? Понимает. Мама понимаешь? Всех понимает. Все. Спросите пятилетнюю девушку. Она все понимает. Мальчик говорит, папа понимаешь? Даже не понимает, о чем вопрос. И так у него вот это стремление развивается. Он думает, блин, что же я ничего не понимаю. И он начинает стремиться к этому. И это развивается в мужчине. Это стремленность к знанию, преодолению трудностей, достижение понимания вещей. Мужская психика так работает. И женщина, она вроде бы все понимает, но потом вдруг обнаруживает, что это ее понимание какое-то такое, поверхностное очень. А вот поэтому нужен муж, который понимает все глубоко. Она уже нуждается в мужской силе тогда, женщина. То, чего мужчина достигает, потом женщина приобретает в своей жизни. И так у мужчины этот центр разум направлен наружу. Он очень активный. Когда эгоизм туда входит, то мужчина становится маразматиком. То есть он заставляет свое понимание принять. Демагогию проводит. Мучает женщину. Нравоучениями, советами, предложениями, замечаниями, чем угодно. Мучает женщину своим пониманием вещей. Вот. Знакомая, да? Знакомая ситуация. Теперь. У женщины здесь дырка. Дырка. Это означает очень чувствительное место. Когда мужчина начинает демагогию проводить, что с женщиной происходит? Она чувствует, ей больно это слышать все. Она ничего не может соображать в это время. У ней возникает такое чувство «Замолчи!». Не то, что она как бы хочет понять, разобраться, принять предложение. У нее нет возможности, потому что она на нее давит. У нее психика «Замолчи!» просто все. Она не может принять, потому что на нее сильно давит эта информация, логика эта. Сильно давит. Она очень чувствительная, она не может вообще понять, что он от нее хочет. Надо как-то поспокойнее это все объяснять. У нее очень чувствительная зона здесь все. Ей нужно просто, чтобы он от нее отстал. Она говорит «Отстань от меня!» «Я не хочу тебя слышать!» «Что ей больно!» Здесь боль у женщин находится при философских рассуждениях или догмах, правилах. «У нас в семье все будет так!» У женщин какая реакция сразу? «У нас в семье все будет наоборот!» И не потому, что она хочет наоборот, потому что ей больно от того, что он сказал. Так как ей больно, поэтому она принимает обратное, прямо противоположное решение. Потому что больно, и он несправедлива. Не хочу, не хочу такую несправедливость. И если так будет у нас, значит всю жизнь он меня так будет мучить. Нет, я не согласна, нет. Всю жизнь, на всю жизнь не согласна мучиться, нет. И она говорит «У нас будет наоборот все, не так». Раньше, давно, когда жена еще моей слушала мои лекции, мы не были знакомы. Она очень любила мои лекции. Теперь я, если начинаю лекции читать... Боже, семья! Она не принимает. Она мне лекции читает. Она говорит «Лекция такая-то, минута такая-то, посмотри, как правильно». Сам читал. Видите, то есть эгоизм есть во всех отношениях в семье. У всех людей. Это нормально. Итак, разница в разуме – это огромная сила. Если человек этого не понимает, он разрушает свою жизнь. У женщины в центре, связанном со знанием, очень чувствительный. Ей надо все объяснять очень аккуратно. Без давления, без нажима. Можно даже шуткой. Объяснять очень аккуратно. Как будто бы это так. Не то, что это так прямо на самом деле. А вот есть такое мнение. У одного человека есть такое мнение, что вот это так. Как будто бы это так. Вот так объяснил. Что если мы поехали в отпуск, то мы должны доехать. Есть такое мнение у одного человека. Перед отпуском он и рассказывает об этом. И она говорит, а если вдруг возникла ситуация, что страшно? Он говорит, ничего страшного, это нормально. Мы посидим, отдохнем и поедем дальше потом. Нормально. Это мы решим эту ситуацию. Видите? То есть, женщине надо объяснять, как все. Как в детском саду. Как в детском саду. Вот в яслях, когда объясняют ребенку. Так надо женщине объяснять все. Ей нравится тогда. Она будет счастлив. Будет слушать. Хорошо, будем думать на этом. Но она внутри принимает все серьезно. Внешне она будет как бы играть с информацией. Это так действует природа. Это нормально. Женщины, вы согласны со мной, нет? Кто не согласен? Вы принимаете все от мужа. А что важнее? Чтоб жил козел, чтоб жил козел, как говорят. То есть, это важнее женщине, да? Ну-ка, скажите правду, как важнее женщине. Мягко или мягко? Ну-ка. Мягко. Видите, она замолчала. Видите, она замолчала сейчас. Говорит. Она не говорит, почему? Потому что я надавил ее. Простите меня, пожалуйста. Я вам просто объяснил, о чем я говорю. Видите, вы с роман. Все. Вы не ставите на роман. Видите, я нажал же вас чуть-чуть. Раз, раз. Вам важно, значит, это. Что-то мягко. Важно? Правда? Правда. Но для вас сейчас более актуально, чтобы он жил, как он говорил. Что это значит? Принимать. Что у вас есть определенная зона эгоизма, которая мешает ему жить, как он говорил. Это эгоизм называется гордость своим поведением. Правильное поведение. Гордость своим правильным поведением. Об этом все не будем говорить еще. Видите, я забрала свой вопрос. Теперь что важнее, чтобы он жил, как он говорит, или важнее не гордиться своим правильным поведением? Что важно? Не гордиться. Значит, вы победите. Движемся вперед. Итак, разница в структуре разума. Смотрите, у женщин не то, что они такие слабенькие, у женщин тоже не сила. Она, это тоже разум. В сердце находится разум. Мужчина не должна думать, что разум женщине не нужен. Разум женщины нужен, так же, как и разум мужчины. А может, даже и больше для мужчины нужен. Потому что у мужчины есть паровоз, который всегда идет вперед. У него есть этот паровоз. Но у него нет возможности поворачивать. Руля у паровоза нет. У мужского паровоза руля нет. Руль находится в женском разуме. Эта женщина права и поворачивает мужской паровоз. Причем она должна делать это потихоньку. Что-то быстро не повернешь. Женщина понимает, что сразу мужчине объяснить, что он не прав, невозможно. Надо чуть-чуть поворачивать. Да, мы будем каждый день хоккей смотреть. Обязательно. Сейчас пойдем кушать. Ну, уже хоккей, сейчас же хоккей. Да, 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 будем хоккей смотреть. Но сейчас надо покушать. Остывает все, пойдем. Каждый день будем хоккей смотреть. Но в это время все правильно пойдем кушать. И он идет. Ну, согласен, что если каждый день хоккей будем смотреть, значит пойдем кушать. Ну, согласен. А? Клюшку купим обязательно тоже. Обязательно. Понятная система. А? Упирается. Значит, вы недостаточно уступчивы с ним. То есть, надо уступать дальше. Уступать дальше, пока не согласится. Мужчина, если всегда считает, то надо всегда соглашаться. Надо всегда соглашаться до тех покор, пока не уступит. Всю жизнь. Видите, какая вы упертая, смотрите. Смотрите, какая вы упертая. Вы меня не услышали, видите? Вы упертые в том, чтобы не соглашаться. И поэтому он упертый в том, чтобы говорить по словам. Это значит, что вы соглашаетесь с ним правильно. Можно ли быть униженным, делая какие-то поступки? Так. Так, 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 так. Движемся вперед. Так. Жизнь, делаем. Вторая. Делали раз, два, три. Теперь. Чего не хватает нам в семье? Женщина. Это кто? Сердце мужа. А сердце, что это такое? Это знание. Сердце это знание. Вот смотри, вот у нас есть вот такая семья еще, вот смотри, там муж тоже старший, но он иногда соглашается с женой, не часто, но иногда слышно. Мне вот нравится такая семья. Ну хорошо, когда представим себе, что есть такая семья, которая иногда соглашается. Мне кажется, что это хорошее семья, мне кажется. Воспитывать мужа нужно обязательно. Хоть ты младше на 20, хоть на 30 лет, жена одинаковая с мужчиной всегда. Женщина чувствует подсознательно, что она не должна быть ниже мужчины. Она может уступать, но она такая же. Женщина не ниже мужчины. Женщина в отношении между мужем и женой имеет равную природу. Просто в этом равенстве женщина добровольно соглашается, уступает. И тогда мужчина добровольно начинает уважать жену. А если женщина добровольно уступает, а мужчина не уважает жену, то это значит, что она должна ему на это указать. Ей легко это будет сделать, потому что добровольно уступая, она копит баллы по отношению к нему. Баллы знания, позитивного мышления. Но есть другая проблема, когда женщина уступает не добровольно, а просто унижается перед ней. Это то же самое, что и упертый с мужчиной. Женщина уперта в унижении перед мужчиной, а мужчина уперта в том, чтобы унижать. Это один и тот же вид эгоизма. Как сделать так, чтобы не унижал? Надо уступать добровольно, без унижения. И это дает право, ему указывает на то, что так нельзя делать. Потому что у вас расслабит, когда вы добровольно униститесь. Вас расслабит, уступите добровольно. И вы тогда можете в шутку ему сказать, что так не надо. Но если вы не добровольно, значит, что в этой шутке не будет. Вы будете зажиматься, неприятно вам будет в этом жить. И вы будете сражаться с ним в тайне. Думаете, какой он козел на меня, какой хороший человек. Знаете, везде есть этот закон. Что там, где есть страдания, там есть два эгоизма. Не один, два эгоизма. Надо распознать свой. Дормолите, пожалуйста. Можете сами распознавать, без меня, не обязательно. Просто к святости обращайтесь. И когда вы очистите свое настроение святости, в этот момент ваша совесть, голос совести вам покажет свою проблему. Вашу проблему покажет. Это будет открытие откровения в сердце. Придет откровение. Не бойтесь той трудности в сердце, которая сейчас у вас возникла. Не бойтесь. Бойтесь вкус всегда, признак знаний. Сначала этот бойтесь вкус, потом слабый. Не бойтесь. Примите, я все уже. Ничего страшного. Это не значит, что вы не правы. Вы такой же человек, как все остальные. Все люди в этом мире учатся. И поэтому они все проходят вот эти испытания. Иногда на долгий год приходится испытание. Чтобы понять, что вы не правы. На долгие годы это происходит. Не надо беспокоиться об этом. Надо беспокоиться только об одном. Что нам не хватает духовной чистоты и силы, чтобы все это переварить, применять. Нам не хватает молитв в жизни. Вера святого человека. Вот этого нам не надо все сказать. Но это нормально. Все эти вещи, которые происходят. Это нормально. Для этого предназначена наша жизнь. Для учебы. И так, у женщины здесь очень много эмоциональной силы. Любовь означает эмоции. А у мужчин здесь дырка. Мне очень понравился вот этот мультфильм «Разуга». Мультфильм «Маудли». Когда Маудли спросил змея как. Когда весна насупила, он девушку убедил из деревни ближайшей. Первый раз в жизни. Красивую молодую девушку. И он такой. Ну, сердце пробило. Он такой вот так вот пришел. К змею Ка. И говорит. «Ка, что это у меня в сердце?» И мундль змея он посмотрел на него и говорит. «Весна». Ну, то есть это энергия любви. Та же самая энергия любви, которая svォнит с ума мужчину от женской красоты. Пробивает ему сердце. Влюбляет его. Та же самая энергия потом мучает мужчину. Потому что то же самое только с другим снапом. Когда женщина наслаждает мужчину таким снапом, она же может эмоции проявлять рядом с ним, которые разрушают его сердце. Она с теми же самыми эмоциями говорит ему, перестань так себя вести, я не могу этого терпеть. В это время она нажимает эмоциями ему на сердце, у нее там дырка. Особенно в отношении с женой. И он такая... И какая у него реакция? Вместо того, чтобы согласиться и перестать себя вести, он что делает? Гневается по нему. Хватит на меня отставить. Я встал до того же, твоих слов. И начинает на нее вот это действовать, да? В ней тут дырка. Она вроде бы правильно сказала. И он... Напряг ей голову. И она еще больше с эмоцией к нему... Рах! Давай ему эмоциональный удар на сердце. Там дырка у него. И он еще больше на нее ударит головой. И что начинается? Дальше. Скандал. Что такое скандал? Они просто лупят друг друга в больное место. У нее есть эмоциональная сила. Эмоциональная лупит его. У него сила интеллектуальная. Он ее начинает логически и доказывает, что она дура. А ей не надо логически доказывать. Она просто чувствует боль. И просто очень спокойно, эмоционально говорит. Сам дурак. Вообще без доказательств. Но если он хочет доказательств, то здесь срабатывает другая черта. Самая сильная память это сердечная память. Логическая память она ненадолго. Сердечная память надолго. Когда человек сердце мучается, он запоминает надолго. И у женщины в отношениях сердечная память. Она все недостатки мужа запоминает надолго. Если он не согласен со мной. И хочет доказательств. Тогда начинаются доказательства. Мужчина доказал женщине, что она плохая. У него есть один факт всего в голове. А у женщины таких фактов сотни. И она как из пулемета. Вот Максим по нему этими фактами. А ты вот там вот это. А там вот это. И тут вот это. И он такой. И он не знает, что делать. Потому что он видит, что вариантов нет. Она знает больше про него недостатков, чем про нее. В 10 раз. Да? Страшно все это. Сейчас смеемся. А на самом деле боль сильно возникает. В таких отношениях. Причина заключается в том, что как мы должны использовать это знание. А разница в структуре разума. Это знание использовать надо следующим образом. Эта разница указывает нам только на одну вещь. Что мужчина для женщины это непобедимая сила. А женщина для мужчины это непобедимая сила. Победить невозможно. Если люди понимают, что они давлением друг друга не победят, то значит у них будет счастливая семейная жизнь. Все. Это гарантия. Женщина по-женски мужчину пытается победить. Доказать ему свое. Мужчина по-мужски. Когда они начинают эту войну, а на чем заканчивается война всегда? Только разрухой. И все. Только разрухой. Поэтому. Примите этот факт. Победить невозможно. Можно только простить и с любовью в шутке очень нежно и смиренно объяснять до тех пор, пока человек не поймет. Может быть год понадобится, может два. Но другого пути нет. С любовью смиренно объяснять. А если он не слушает меня, Олег Геннадьевич, это значит, что вы ему не служите. Когда близкий человек служит, бескорыстно выполняет что-то. Заботится о другом человеке. Мужчина бескорыстно просто на работу ходит и приносит зарплату. Женщина просто готовит. Спокойно, бескорыстно. То тогда в этом случае, тогда в этом случае появляется возможность обучать близкого человека. Если ты служишь близкому человеку, то у него в сердце появляется благодарность, которая раскрывается, ушки раскрываются. Когда человек благодарен, он не может не слушать. Ему придется слушать. Благодарность так делает. Бескорыстно рождает благополучие. Вот я, допустим, если бескорыстно читаю вам лекцию, у вас возникает желание слушать. Но как благодарность? Вы не можете не слушать. А если я корыстно читаю, мне что-то от вас надо, тогда вы не будете слушать. Нет благодарности, нет желания слушать. Итак, видите, очень важно знать, что если ты не служишь близкому человеку, у тебя нет возможности ему дать знания, которые ты хочешь ему дать. Бог заставляет нас давать знания близкому человеку. Нам лучше видно его недостатки. Но если ты ему не служишь бескорыстно, не выполняешь свой долг перед ним, у тебя нет шансов ему передать это знание. Невозможно. Надо понять, что такое бескорыстное служение. Допустим, если женщина готовит мужу, стирает по своей доброй воле, это бескорыстное служение или нет? Нет, еще не бескорыстное. Нет. Потому что у женщины есть такое свойство. Она легко служит, но требует назад всегда. Ей очень трудно отказаться от своего во время служения. Она может много мужчине служить, но она никогда не забывает то, что она сделала. Мужчины все наоборот. Ему очень трудно служить, но когда он что-то сделал все-таки, ему легко отдать. Мужчину очень трудно заставить работать. Но если он пошел на работу уже, он легко отдает деньги. Но если мужчина легко пошел на работу, надо знать, что деньги отдаст непросто. Значит, перевернулось все немножко. Мужчина щедрый, он отдает легко женщине то, что у него есть. Женщина легко служит, но то, что есть у нее, она не легко отдает. Вот, допустим, женщине легко мужу деньги отдать, которые она заработала. Легко мужу отдать деньги, которые ты заработала. Невозможно. Правильно, если она для удовольствия ходит на работу. А если не удовольствия на работу ходит? Это уже не работа, это хобби, мои хорошие. Для удовольствия. А вот если на работу она ходит? И он еще деньги от меня хочет, гад. Вот тогда будут проблемы. Так он хочет, да? Мужчина хочет, чтобы он просто работал, развлекался. А у женщины, чтобы был бизнес. Он так хочет, да? Ищите свою проблему. Домашнее задание. Или вы хотите, чтобы я нашел? Вы хотите, чтобы я нашел, да? Вот смотрите. Если мужчина очень расслаблен, значит, женщина очень напряжена. Если мужчина не хочет работать, значит, женщина хочет много денег. Понимаете, нет? Она склонна, значит, быть добытчицей. Тоже работала. Это значит, что он хочет добывать деньги. И хочет, чтобы все добывали деньги. Это значит, что вы ленивые тогда. Все наоборот. А вы не хотите вообще работать никак. Хотите просто дома сидеть, как Олег Геннадьевич по лекциям сказал. И все. Так? А? Что скучно? А что делать тогда? На лекции ходить? Образование получать? Деньги пошел нафиг со своими деньгами, да? Так? Это нормально. Это женский эгоизм. Нормально. У него мужской. Это нормально, что он требует от вас работать? Нормально? Это неправильно. Смотрите. То есть у него мужской эгоизм, у вас женский. Он вас заставляет работать. Что надо сделать? Нет. Зачем идти на работу? Надо просто принять его таким, как он есть. Он требует на работу, чтобы выходить. Надо его принять. Надо помолиться немножко и принять его. Когда вы его приняли, вы расслаблены такие, такая спокойная. Он говорит, иди на работу. Вы смотрите на него. На какую работу, мой хороший? Я боюсь. Хочешь, чтобы не работало? Ну, тоже так. Значит, вы хотите работать, получается. Ну, вот. Все нормально. У вас нормальная семья. То есть он хочет, чтобы вы не работали, а вы хотите работать. Значит, все нормально. Надо не работать или надо молиться? Если две жены требуют от тебя, чтобы ты был с ней. Это анекдот про Ленина. Надо одной жене сказать, что пошел в другую. Другой жене, а другой пошел, что одно, я сам на чердак, учиться, учиться и учиться. То есть сначала молитва идет. Потому что проблема ведь не в том, что он требует от вас не работать. Проблема в том, что он приносит вам боль. А вам надо эту боль принять сначала. Мы же говорим, первая стадия принятия. Вы молитесь, принимаете боль сначала. А дальше что происходит? А дальше вы верите, что все будет хорошо у вас. Потому что у всех то же самое. Все сдают свои экзамены в этой жизни. Принимайте боль. Принимайте его таким, какой он есть. Он требует, чтобы вы не работали. И вы ему потом говорите, а повисаете ему на шее и говорите, я решила не работать. Соглашаетесь просто. Через боль, через все. Соглашаетесь. Я решила не работать. Все. Не значит, что ваше желание будет уничтожено. Когда вы его расслабили, вы говорите, но я хочу хобби. Я работать не буду. А хобби буду делать. Хобби у меня. Это не работа, это хобби просто. Я туда хожу, не для денег. Все просто. Я же не могу все время дома сидеть. Он говорит, хобби согласен. Работа нет. А я уже объявил? Да? Да. Можно мужу помогать. А он хочет? Нет? Нормально, да? Значит, там нет кармы. Вот если бы вы хотели помогать, а он не хотел, там есть карма, значит. У нас сегодня тема какая? Причины непонимания друг друга, да, мы разбираем. Это судьба. Причина – это судьба. Итак, разница в структуре разума мы разобрали. Дальше. Плохие астрологические периоды. Следующая тема – непонимание друг друга. Это непредсказуемая вещь. Вот смотрите. Все хорошо у нас в жизни. Мы любим друг друга. Вдруг наступает такой момент неожиданно, и жена остывает ко мне. Мы любим друг друга. Потом бац! Она остыла. Он говорит, у меня нет чувств, где я никаких. Все. Это что значит? Это значит, что это обязательно пройдет. Некоторые люди думают, что мы любили друг друга, у нас были чувства, потом бац! У жены нет чувств. Некоторые думают, все теперь навсегда нет чувств. Это неправильно. Это означает плохой астрологический период, когда неожиданно наступает то, чего никогда не было. Неожиданно. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Неожиданно вещь происходит. Что нужно делать? Молиться. Больше выполнять свои обязанности и терпеть эту ситуацию. Верить, что все будет хорошо. Вот это надо делать. Это испытание нашей веры. Видите, есть и разные испытания. Одно испытание, это испытание на то, чтобы мы поняли, как правильно жить. Вот до этого мы все это испытание разбирали. А теперь другое испытание. Испытание веры моей. Веры, что у меня все хорошо, у меня правильная семья. Испытание веры моей. Понимаете? Веры в Бога, что Он не зря нас соединил. Что мы неразлучны. Вера нужна. Вера, понимаете? И вера что делает это? Побеждает карму. Близкий человек думает, я вроде бы, мне холодно с ней. Я хочу уйти. Но она как-то вот очень сильно настроена. Я подожду чуть-чуть, подумаю. Он говорит, я уже решил уйти. Ну подумаю. Подумаю означает ваша вера. Называется победа над вашей судьбой. Теперь вопрос, а почему это возникло? Потому что я в прошлой жизни бросила кого-то. И в результате в этой жизни есть сила, которая заставляет бросать меня уже. А я как эту силу побеждаю? С помощью веры и молитвы. То есть плохие периоды жизни побеждаются убежденностью внутренней. Для того, чтобы их преодолеть, нужна стабильная духовная практика. Каждый день нужно молиться, чтобы у тебя накопилась сила побеждать судьбу. И эту силу потом надо в это вкладывать в судьбу уже, в жизнь. Веру, убежденность. А я верю, что мы совместимы. Или изменил близкий человек. А я верю, что я смогу ему простить. Сейчас я не могу просить, но я верю, что смогу. И что он не будет изменять мне больше. Я в это верю. Хотя признаки другие. Он говорит, я всю жизнь буду изменять, у меня такая природа, я не могу не изменять. Все, прими меня таким, как я есть. Я буду изменять тебе. А я верю, что не будешь. Ну, смотри, верь. А мы молимся дальше. Наглость побеждает, то есть убежденность. Убежденность побеждает, наглость, в конечном счете. Наглость это временное явление. На чем наглость основана? На чем наглость основана? На влиянии планет она основана. Наглость это сила, которая проявляется у человека временно. А убежденность это какая сила, которая действует постоянно? Наглость нужно терпеть. Если кто-то по-наглому на работе к вам относится, знайте, что это временное явление, Потому что его полномочия мучить вас скоро закончатся. Надо просто терпеть, продолжать работать, желать ему счастья, быть уверенным, что скоро это закончится. И наступит момент, у него не будет силы дальше раздражать вас. Не будет силы такой. Почему? Потому что все злые вещи происходят временно. Они уполномачивают людей только потому, что приходит время это делать. Почему директор хочет выгнать с работы? Потому что пришло время так к вам относиться. Если вы уверены, что все хорошо, тогда он не сможет. Или если смог, значит у меня не хватает духовной силы. Или значит так надо. Потому что бывает так, что я молюсь Богу, а он меня все равно выгоняет с работы. Это значит, что будет лучше. И в сердце это подсказывает. В молитве сердце говорит, все хорошо, не волнуйся, у тебя будет лучше работа теперь. Понятно, да, система? Веды говорят, тот, кто творит добро, того никогда не одолеет зло. Она может одолевать. Если человек идет путем правильным, то тогда он всегда побеждает. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Я в бане когда был, разок, с друзьями в бане были. И один человек, ну как бы друг, он говорит, а можно консультацию? Он такой не близкий друг, в бане. Можно консультацию? Я говорю, в бане и в туалете консультации не дают. Когда поют, тоже на вопросы не отвечают. Понятна система? Теперь можно вопросы. Вам смешно, да, стало теперь? Нормально, это нормально. Вопрос важный. Расстаются. Нормально, создают новые счастливые браки, да. Расстаются, плохо расстаются, создают новые счастливые браки. Хорошо расстаются. Просто расстались, да. Как разошлись, как в море корабли, да. Новые счастливые семьи. А потом, в новых счастливых семьях, они тоже расстались, разошлись, как в море корабли. Пять лет еще не расставались, но все впереди. Это имперсонализм. Есть персонализм, есть имперсонализм. Смотрите, имперсонализм это холодные сердца. Люди встретились друг с другом, холодными сердцами жили, потом холодно разъехались. У них была семья или нет? Семья означает связь между сердцами. Обручальное кольцо, непростое украшение. Двух сердец оно решение. Двух сердец. Не двух мозгов, не двух половых органов, а двух сердец. Означает связь. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Нет душевного разговора, не будет серебряной свадьбы. Понимаете? Когда один человек уходит от другого, сердце друг другого получает операцию без наркоза. Больно становится очень. И за это придется отвечать. Но когда два человека разошлись, как в море корабли, это значит, что они никогда и не сходились. Никогда и не сходились. Это значит, что между их половыми органами была связь, а не между их сердцами. Часто люди так греховно живут, что они просто сходятся на уровне половых органов. У них нет непонимания друг друга, часто нет сердечного разговора, ничего нет. Просто один секс и все. И они живут какое-то время. А когда секс заканчивается, связь на уровне секса, они что? И сна какая выпала, какие дни настали. На что же мы обиделась, зачем же мы расстались? Весело все. Ну то есть секс закончился. Как там это, Остап это? До свидания, твой песик, да? К обеду не жди, твой песик. И пошел, да? Поспал. Сылочка людоедка. К обеду не жди, твой песик. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Ну ладно. Тема закрыта, нет? Не закрыта? А что, боитесь, что разорвет вас судьба с мужем? Ничего не бойтесь. Но и не расслабляйтесь. Просто молитесь Богу. Если Он захочет вас наказать, обязательно накажет. За то, что вы разошлись с своим близким человеком. Если он был близкий. Но скорее всего он не был близким. Просто, как собачки, знаете, снюхаются, сексом позанимаются, потом побежали в разные стороны. Иногда люди, как собачки, встречаются. Гражданский брак. Гражданский брак означает... Если люди родственники, какой гражданский брак? Пошли расписать. Мы же родственники. Какой гражданский брак? Но если мы не родственники, просто чужие люди живут вместе. Это собачки. Нет сознания еще. Нет понимания глубины отношений. Нет жизни нормальной. Есть просто сон. Люди во сне живут просто еще. Это нормально тоже. надо развиваться просто и сна выходить движемся вперед что делать с кем что делать с кем что делать с кем что делать с кем делать с кем что собой о первую стадию преодолели объясняю смотрите вот это вот то что вы объяснили это тема нашей лекции сегодня просто чуть чуть попозже сейчас анонс сделаю поймите такую вещь что если в вашей жизни ваших близких происходит беспредел причина только одна близких которые от вас зависит младших близких причина только одна ваша бездуховная жизнь запомните что когда человек сферу веры входит там есть совесть всегда бессовестного поведения рядом с ним не может быть потому что человек это существо не отгороженное он очень сильно соединен со всеми близкими понимаете со всеми родственниками соединен если вы молитесь солнце не только в вашей жизни восходит а также касается и их а если солнце кошает касается вашего сына он не будет бессовестно себя вести его причина этой бессовестности это низкий уровень духовности в вашей жизни запомните это только в этом причина я молюсь и ушел и нормально нормально это объем работы вы сейчас сказали объем работы вот сколько без духовности у вас жизни было вы сейчас сказали объем работы значит надо сколько молиться чтобы он пришел всю жизнь нет не всю жизнь просто сильно надо молиться сильно вы жили сильно слабо неправильно жили теперь сильно сильно живите если человек был бандитом как ему надо теперь жить очень сильно жить помните фильм остров человек там вроде бы убил кого-то про он сильно с этим раскаялся вот сильно прохая жизнь должна дать сильно хороший потом результат если человек сильно плохо мог жить теперь надо сильно хорошо уметь жить а не хныкать да человек хнычит это значит что он лентяй в духовном плане лентяй просто вот это никогда не поощряется судьбой вы можете имеете право чувствовать объем работы вы не имеете права ныть на судьбу ни один человек не имеет это означает разрушенная жизнь сколько бы бог объем работы не дал столько моё это значит мне столько положено если мой ребенок ушел уже из дома вот в этих отношениях ничего страшного из вашего сердца он уйти не может он с вами связан вы молитесь на него это влияет видите у вас не хватает знания как это все работа знания дает веру и победу пробуйте как я сказал страх отсутствие знания там где нет знания там есть страх страх преодолевает с помощью слушания когда человек слушает лекцию наполняется знанием страх уходит там где есть страх нет знания там где нет знания нет поступка поступок идет из веры только человек не может пустоту ему нужна вера основа какая понятно теперь вы виноваты в том что так произошло просто живите дальше поймите что так бывает у всех это и есть наша жизнь она предназначена для учебы она не предназначена для того чтобы теперь погрузиться в вину и в ней жить вина это всего лишь объем работы живите дальше смело и побеждайте свою судьбу посмотрите как вас или ваш ребенок вернется назад посмотрите на это это будет ваше счастье хорошо мы немножко движемся вперед да иначе мы не тему не раскроем так плохие астрологический период видите раз ушел с одной стороны плохой пасторологический период с другой стороны надо понять тему смотрите тема очень важная часто люди думают что решение вопроса кроется в каком-то действии например сын ушел надо его как-то притянуть это не решение вопрос чаще всего просто так не решается если мы притянуть не можем значит мы не в том пласте находимся жизни попытайтесь это понять что есть разные пласты жизни вот представьте себе ваш сын воспитывался в среде совестливых людей постоянная молитва постоянная духовная жизнь он видел алтарь перед собой а не телевизор всю жизнь и вдруг он ушел это закономерно нет нет значит скоро придет сам сам придет незакономерно не надо беспокоиться все будет хорошо с ним потому что скоро сам придет это плохой период он скоро закончится но если он ушел мы плохо жили неправильно смотрели всякую фигню по телевизору всю жизнь ругались там с мужем обижались друг на друга мо богу не верили бога не молились там посты не соблюдали ничего не делали для развития самосовершенствования он ушел это закономерно да придет назад нет что надо делать жить правильно чтобы это стало незакономерно войдите в ту жизнь в которой такой поступок не является закономерным карма плохая закончится он вернется сразу вот и все он не будет способен остаться там да а если ребенок ваш ушел монастырь то это значит что если он достигнет там если он не справится с собой вернется назад то он будет жить счастливы в этом мире он отработает свою плохую карму знаю много ребят которые живут как монахи вот у меня есть ученики они живут как монахи учатся и некоторые не выучиваются но потом у них год за три то есть они те годы которые меня провели они становятся очень крепкими и разумными и всем успешными людьми становятся в жизни а если не ушел знаете если ребенок останется в монастыре и дойдет до туда весь свой путь духовный пройдет там веды говорят 12 поколений до и 12 поколений после получат его духовную силу ну то есть все эти для всех этих людей становится ангелом-хранителем той личностью который побеждает судьбу всех близких вот сейчас ваш сын побеждает судьбу вашу знаете об этом или нет ваша жизнь стала гладкой не как раньше стало спокойней глаже перепадов больших нет это его заслуга не ваш что стала гладкой я это вижу у нас всегда будут экзамены но того что было раньше у вас были очень тяжелые события связаны с работой там много чего был сейчас все спокойно никогда человека полностью гладкой жизни будет но основные косяки жизни тот человек который духовной практикой близки занимается он срубает он становится ангелом-хранителем судьбе человека понимать подумайте олег иначе если бы у вас сын ушел в монастырь посмотрели бы мы как вы бы думали в это время да он вас лишил счастья да ваш сын материнского а что он сделал без без в какую-то тьму да он ушел в опасность безызвестность да он ушел так нет а чё тогда ну все понимаете тогда зачем вопрос задали чтоб я вас похвали и лизать не до конца с плохим периодом разобрались если что-то происходит и не кончается это значит что я неправильно живу если я правильно живу это значит что скоро закончится понятно да не надо думать что если я живу по-свински плохой период когда-то закончится почему мы расходимся друг с другом 80 процентов разводов сейчас в россии причина без духовность не потому что мы такие вот не можем быть вместе не такого нет без духовность жизнь неправильно видел эгоизм не преодолевается духовной силой он нарастает как происходят отношения эгоизм нарастает 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 скандала все больше 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 или все больше желание изменять и разлетелась семья почему она разлетелась потому что без бога в семье жить вместе невозможно нет духовной практики дома нет гарантий что не развалится семья потому что это бессовестная жизнь дает бессовестное поведение поведение совесть всегда существует только там где есть вера вера бога там есть совесть нет веры бога нет совести нет совести все что угодно жил со мной человек ушел все гарантий нет никаких 80 процентов разводов какой какая гарантия что ваш брак сохранится 20 процентов без бога там где есть вера эти закономерности сразу начинают уменьшаться потому что хочется чужой и девушки хочется красивой девушки жена же менее красивая становится девушки вокруг более красивой становится ниже все молодые а жена стареет но так как совесть есть поэтому он не сможет уйти мужчина будет терпеть он примет это примет это и он увидит много другого хорошего потому что любовь же начнется настоящий не влюбленность а любовь все же к влюбленности стремятся когда человек любовь капельку любви получает семейной жизни тогда это его окрыляет уже любовь означает служение это не означает наслаждаться близким человек секс это не любовь секс это просто влюбленность любовь это служение она рождает веру искренность в отношениях чистоту уважения друг другу рождает его и другая вещь совсем следующая тема причины нежелания принимать советы причины нежелания принимать советы не понимание друг друг природы друг друга вот допустим чего будет советовать женщина мужчине вот моя жена мне советует быть аккуратным быть опрятным не пачкаться во время еды вот не перегружаться не ходить раздетым на холодный воздух спать в теплой постели не открываться то есть она мне советует не говорить глупости на лекциях кстати мне советуют не говорит плохих слов на лекции никогда петь правильно не нарушая слова и мелодию ритма а не могу петь правильно у меня голоса ни слуха нет ничего как я петь правильно я просто пою и все как могу одна женщина подошла ко мне после оговорить пять лет ваш лекси слушаю я из музыкального училища у вас чуть получше уже стала легенд Musical то женское мышление понимаете я должен отменить женское мышление могу отменить женское мышление или и не могу отменить женское мышлень мне мужской я пою потому что я пою и все как могу так поют женское мышление означает все правильно делать золушка знаете золушка есть и буратино и желт золушка в ротину он все правильно делать не как может так и дело а золушка все правильно надо чтоб делать это женская природа видите я просто один пример природы привел один вариант всего понимания А есть тысячи таких вариантов. Просто надо признать, что если человек близкий одно и то же повторяет в действиях и постоянно мучает меня, это значит действует его природа просто. Но у женщин они хотят, чтобы все было чисто, аккуратно, потому что ими движет страх. Там, где нечистота, там злые духи влияют. У женщины очень сильная чувствительность, поэтому они боятся злых духов. А мужчине по барабану эти злые духи, потому что у него слабая чувствительность на них. Поэтому он живет как может, неаккуратно, унитаз не закрывает, думает о своем. Нормально. Это нормально. Есть мужская природа и женская. Что такое непонимание друг друга? Причина нежелания принимать советы. Непонимание друг друга. Чего ты меня замучила своей аккуратностью? Сколько можно уже? Я не могу быть таким аккуратным, как ты. Непонимание природы. Женщина не может не мучить аккуратностью. Ей легче умереть, чем не мучить этим. У нас женщина. То очень рад, что мужчина не может вот так ходить аккуратно все время. Поднимите руку женщины, которые хотят, чтобы муж вот такой был у них. Все время аккуратно ходить. Поднимите руку. Есть такие женщины? Есть, да, такие? Нет, она не поднимает руку. Видите, она не хочет. Сейчас поднимет. Видите, она так его замучила, что... И уже руку ей поднимает сам. Она больше не будет, все. То есть причина непонимания друг друга в чем заключается? А? Не, она не будет обещать. Вы ее сейчас не трогайте, она после лекции вас просто придушит. Она сейчас не будет ничего говорить, она будет молчать. Потому что женщина стеснительная по природе, но она все запомнила. И вам это потом скажется. Причина непонимания друг друга заключается в непринятии природы. Природа женщины делает замечание. Надо принять. Когда принимаешь, легче становится. Вот, допустим, у меня жесткая постель. Как заснуть? Да, надо сказать. Ну, мне нормально, потому... Ну, мне так положено, жесткая постель. Все. Надо принять жесткую... Расслабиться на жесткой постели. Сразу станет мягко. О, работает на 100%. Но если думать, ааа, у меня жесткая постель. Всю ночь будешь не спать. Слишком мягкая постель. Надо расслабиться опять. Сказать, нормально. Будем спать на слишком мягкой. Пора заканчивать, да, Саш? Ну, мы не все прошли вообще. То есть, вообще, ну, не знаю, что делать. Столько я написал всего. Ну, мы это будем продолжать, наверное, как-то двигаться вперед. Ну, будем все смешивать, да. Угу. К сожалению. Ну, вы довольны? Все нормально? Все хорошо? Я не могу кратко говорить. Мне надо разжевывать все. У нас сейчас будет тренинг. То есть, это важная часть нашей программы, очень важное мероприятие. Мы будем сейчас желать всем счастья. Это нужно для того, чтобы дома, потом дома научиться молитве. О, календарик. У меня есть один помощник. Его зовут Артем. И он, мой Артем, помощник, он очень энтузиаст большой. И он вот такой календарик сделал, которым вот мои высказывания и счастливые лица. Календарик на 14-й год. Такой календарик сделал. Я, когда увидел эти лица из высказния все, мне так понравился календарик, я согласился его сделать на свою голову. Потому что он потом меня достал, чтобы его распространять везде теперь. Это календарик. Ну, в общем, если хотите, покупайте. Вот такой календарик есть. Наш. Закон о счастливой жизни называется. Вот. Вот такой красивый, со всех сторон. Все. Прокламирую. И так, все сели прямо. Мне нравится хороший календарик. Но заставляет распространять. Я принимаю это, сейчас подышу немножко. И приму. И так, очень важная тема. Проблема заключается в том, что мы не умеем это делать. Вот то, что и побеждает судьбу, мы это делать не умеем. Мы сейчас принципы молитвы с вами пройдем сейчас. Мы не будем молиться, потому что у каждого разная вера своя. Но мы сейчас принципы эти пройдем. И потом вы дома будете их применять. Смотрите, принцип такой. Любой молитвы. Первый принцип. Я настраиваюсь на святость. Я настраиваюсь на святость. То есть, какая святость бывает. Давайте изучать, есть в моей жизни святости или нет. Смотрите. Это может быть святой человек. Допустим. Мне нет. Вы говорите, мне нет святого человека. Но если вы верите в Сергий Радожского, Серафима Саровского, даже если это не ваша вера, святой человек в вашей жизни уже есть. Дальше. Это святое место. У меня нет святого места в жизни. Но если вы узнали от кого-то, близкий человек вам сказал, я стоял там к этой святой Матроне, очередь выставил, выставил, попросил у нее и все сбылось. Значит, есть святое место. Значит, есть место, где можно получить милость, благословение. Вы уже узнали об этом. Значит, у вас есть такая вера в вашей жизни. Теперь есть имя Бога. Допустим, в мусульманской вере пишут имя Бога, поклоняются имени Бога. Есть священное писание. Ставят священное писание и поклоняют священному писанию. Один и тот же результат получается во всех этих случаях. Святость это сила, которая настраивает нас правильно, а судьба это сила, которая разрушает правильный настрой. Для того, чтобы правильный настрой оставался, человек каждый день должен настраиваться на святость. Как вы будете это делать? Только в своей вере. Если нет своей веры, значит в той, которая ближе. Делайте это так, как удобно вашему сердцу. Я не предлагаю вам веру, конкретную традицию, культуру. Я предлагаю вам метод, по которому человек побеждает свою судьбу. Метод. Известный с древних времен. Ничего не придумано. Итак, я настраиваю на святость. Настраиваюсь на святость. Как настраиваться? Мысленно кланяться святости. Первый способ. Я хочу выполнять твои наставления. Вспоминать наставления. Есть разный тип мышления. Вспоминать наставления святого человека. Или святости. Или священного писания. Дальше. Третий способ. Верить в это. Святость. Думать о святой земле. Думать о священном. О чем-то. И дальше. Для того, чтобы это сработало в моей судьбе. Для этого мне надо применить истинное эго. То есть я должен сказать. Вот это вот то, что я почувствовал. Я должен сказать. Я желаю всем счастья. И вот то самое, что я почувствовал. Отдать другим. Не держать внутри себя. Оно прокиснет там. Отдавать другим. Человек может быть только проводником энергии счастья. Он не может задержать себе энергию счастья. Желание задержать себе счастье. Это и есть деятельность ложного эго. Которая разрушает жизнь человека. Я желаю всем счастья. Вспоминаем святость. Я желаю всем счастья. Вспоминаем святость. Если ничего не вспомнить. Что желать? Тогда надо плакать. Я хочу вспомнить, хочу вспомнить святость. Я желаю всем счастья. Вот так надо делать. Первый этап. Погружение. Я забываю про все, начинаю желать всем счастья, вспоминать святость. Второй этап. Успокоение. Этапы, которые вы будете проходить в сердце, становятся спокойно в жизни. Третий этап. Знания. Неожиданно я узнаю, как жить. Мне приходит ответ правильный. Четвертый этап. Вера. Я знаю, что это работает с системой. Буду ее делать опять. Вновь и вновь. Я желаю всем счастья. 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 может подойти